всем привет это видеоблог серийный продюсер меня зовут николай пак и в нашем выпуске у нас гость андрей бабик это сценарист из украины написал очень много проектов но самый нашумевший это конечно же нюхач наверное вас уже не хочу как бы уже надоело что вас представляет этим проектом но вот и действительно проект заслуживающий большого респекта международное признание адаптации проданы конечно это очень круто и что у нас автор автор такого проекта на нашем канале тоже большая честь для меня здравствуйте андрей спасибо огромное рад приветствовать я в случае хочу поприветствовать всех кто меня смотрит поприветствовать казахстан я заочно давно люблю эту республику потом страну потому что у нас в армии не было много друзей служит у казахов какие-то отношения такие периодически общаемся и всегда хотел по нашей стране никогда это не получается почему-то много слышал раньше много наших коллег ездила к вам там на адаптации на какие-то освоения локации немножко сидела чуть-чуть затихло по поводу них а чадо пятно на море проклятие кстати недавно продали как формат его вендию вендию продали как формат это очень интересно мы с артемом литвиненко вендию вендию да 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 мы я артем литвиненко зашли посмотреть на студию рогу пила они купили опцион там два года они будут решать что с ним делать это такая киностудия которая хочет заняться телевизионными форматами конечно такое типичное диска то есть там любовь поют все танцуют но приятно потому что раньше не хач был продан в китае а теперь в индию то есть 20 огромных азиатских рынках врачи это в любом случае хорошо потому что индия есть индия китай есть китай тут в общем да вы это знаете даже лучше нас вы ближе там это все лучше чувства да вот ну нюхач есть нюхач тут его ничто не перебьет хотя конечно что-то такое хочется создать еще но пока не для словить к сожалению знаете хотел сразу вернуться вот к одному из ваших первых проектов и хотел немножко для себя прояснить это проект женский доктор я вот ну несколько лет назад мы покупали франшизу женского доктора для адаптации на казахстан и ну как бы я вот в среде знаю что вы его разрабатывали вы его делали да но я вот не видел в авторах да 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 ну как рассказать как это как это было это было я заканчивал это было 10 лет назад раз вот ровно 10 лет назад я заканчивал вот такая школа снарного мастерства и компания фендиуэхи это фактически был дипломный проект то есть я разрабатывал другое я начал писать медицинский сериал но другой такой мелодрама потом продюсер юрий занович морозов мы с ним сели поговорили и да это была моя идея полностью я разрабатывал весь сеттинг потому что я работал в таком центре был такой центре сида там работал врачом-омологом и я думаю что скажу не хвастаясь я ввел первым вот эти сюжеты по репродуктологии это слово которое юрий занович морозов так не научился выговаривать это все эти суррогатные матери которые после женского доктора они просто пошли языком да ну потом так случилось написал пилот с моим коллегой валерий принос на потом я не удержался на проекте в силу разных причин вот объективных субъективных но не об этом речь но фактически по сути первоначальный сеттинг герои это все я разрабатывал расписывал и приятно что проект пошел пошел хорошие были хорошие цифры приятно что продали казахстане знаки там у вас цифры наверное в принципе он такой добрый фильм добрый сериал про матерей по детей я не знаю тем лучше добрее наверно она у вас тоже идет хорошо да у нас у нас он как он прошел выше средней доли но мы ожидали больше но короче такая штука произошла на другом канале в этот в это же время шоу восьмой или девятый показ женского доктора но оригинального и уже через год я изучал вот там исследование делали там в каком-то московском институте заказывали исследование по казахстану и оказывается ну в общем у нас казахоязычная аудитория ну мы рассчитывали что мы показываем адаптацию женского доктора на казахском языке для казахоязычной аудитории у нас в тазахстане аудитории поделены по языку да вот оказывается казахоязычная аудитория есть в тех жанрах которые мы в силу разных причин не делаем да казахстанские производители ну то есть мы не снимаем экшен экшен сериалы например ну силу бюджетов да оказывается казахоязычная аудитория просто смотрит на русском то есть она смотрит на двух языках и в общем то получилось что именно женский доктор но один из самых вот этот ваш проект который вы тогда разработали он один из самых таких вот ну и рейтинговых и уже все эти истории по сути и казахоязычная аудитория она уже хорошо знала ну получилось так то есть вот мы мы думали что мы зайдем больше про репродуктологию я хорошо знаю потому что во время адаптации очень сильно был погружен во все эти все эти вещи в первый раз жизни никогда раньше и и вы знаете у нас была такая забавная ситуация что ну там редакторы на канале это отдельная тема которую мы с вами обсудим я надеюсь в какой-то момент ну сказали вот там одна история она вообще не наша она не казахстанская так не может быть то есть муж сестры не может переспать с сестрой жены своей в общем а я говорю да ну вот такое морализовство до определенной степени я говорю хорошо что вы предлагаете сделать она где я сейчас вам расскажу историю которая была у моих знакомых а вы напишите новую серию я говорю о во первых за два дня во вторых у нас казахстане никто не может написать такую серию ну во первых за два дня во вторых просто потому что но это драматургия связано с драматургии плюс все-таки знание да вот предмета да как бы темы настолько хорошо что из нее можно будет делать сюжет это что же это это очень сложно же понимаешь просто невозможно почему вы думаете что это так вот легко ну идите напишите вот я вам рассказала как вот поэтому я например ну вообще никогда бы не взялся бы за такое как бы даже даже с присущей нами нам нашему народу такой смелости вы бы я бы за так выпады за такие вещи как мы мы покупали поэтому то есть мы даже даже не замахиваются такая такая ну то есть а скажите пожалуйста вот если мы просто только что спорили с одним из наших вот ну тоже продюсеров сценаристов вот ваше мнение как врача вот вы как раз эксперт можно сказать и в той и другой области вы врач и сценарист очень опытные по сериалам вот нынешняя ситуация нынешний сеттинг скажем так для сериала это как сказать создает преимущество скажем так драматургическую ну чтобы с точки зрения драматургии был интересный как будто пандемия которая сейчас есть или же наоборот как бы там сковывает как вы думаете врачей про героев ну что-то можно написать но наверное скорее всего это будет горизонтальная история больше частный случай что это подыме конечно горизонтально да мне кажется где хорошая но мне кажется история больше горизонтальная может быть потому что и диме окончании начало и конец допустим если там роддом работа постоянно потому что беременет рожают эта история вечная то эпидемия имеет концовости можно какой-то сюжет но видите это проблема получается на вот странная такая вещь, я всем говорю, что я слышал во время эпидемии комментарии кого угодно, но не врачей. Вот эта вот эпидемия, она медицински не была освещена никак. Я не знаю, или это хорошо, и это можно осветить в сериале, или это плохо, и зрителю просто это не понимает, потому что зритель не понимает, что в этом медицинского. Ну, идея хорошая, можно сделать, в принципе, можно, можно. Понятно. Но вот до Нюхача, я хотел спросить, все-таки не могу обойти главный проект. Вот именно детективы вы уже писали к тому времени? То есть, ну, там, Артем писал детективы? То есть, вы как бы... Нет, нет, Нюхач это был, у меня был первый проект женских докторов, второй Нюхач. Видите, так сложилось его, да? Какой урожайный... Он написал, была вторая медицина, он снял такую очень милую комедию романтическую, называлась «Папа напрокат». Очень хороший фильм. В главных ролях Алена Бабенко Сергей Гармаш, и вот-вот, то есть, он был такой, такой мелодрамматичный тоже. А потом мы сели, и мы вместе открывали эту целину детективов. Я уже, знаете, уже устал от этих детективов, я уже столько людей убил в них. Серийный убийца такой, знаете, самый, наверное, жестокий в истории. Нет, не самый жестокий, есть пожестче, чем я, сценаристы, которые... Ну, уже, наверное, сотню точно уже там, на сотню счет уже перевалил в моих сценариях, поэтому надо остановиться как-то вот. Я хотел вот эту тему затронуть, раз мы говорили о медицинских сериалах, то, в принципе, изначально это уже женский доктор, он жестче задумывался, но потом он стал такой добрый, то есть, ну, я в прошлом был врачом-хирургом, врачом-онкологом, поэтому для меня медицина – это вопрос обычно жизни и смерти. Вот какой-то экстрим, когда вопрос идет с ставкой смерть, а в женском докторе этого не было, там все хорошо, никто не умирает, все рождаются, все хорошо, хорошо, хорошо. И вот немножко, это, наверное, тоже из наших сериалов, потому что у нас нету жесткой медицины, как в «Докторе Хаусе», например, там, да, как в «Скорой помощи», или как вот есть абсолютно хорошая адаптация к реализации, хороший доктор, но там тоже люди умирают, при том, что он такой мелодраматичный в меру, да, там главный враят герой-аутист, он такой мимимишный, такой вот, слащатка, но там люди умирают. Вот в наших сериалах и, наверное, в ваших, раз вы это пробираете, снимаете, как-то все такая лайт-медицина получается. Это ремарка была. Да, мне кажется, это тоже, наверное, связано с ситуацией, что у нас доктор, ну, ощущение, то есть восприятие доктора все-таки таким, как доктор Айболит, он отчасти психолог, отчасти терапевт, как бы, и, наверное, еще ситуация в том, что у нас мало судится с врачами, ну, то есть, если там даже жестко, то там, ну, как бы мера ответственности, наверное, какая-то, ну, то есть, более понятная, что ли. У нас, то есть, у нас доктор очень, мне кажется, быстро может стать плохим, то есть, в глазах людей, то есть, ну, я имею в виду. Ну, да, вы знаете, у нас доктор, недавно был День медицинского работника, кстати, у нас, у вас, потому что это оставшийся еще советского времени праздник, доктор у нас, врач, не имеет какого-то статуса социального, потому что нет такого четкого отношения, или он хороший, или он плохой, допустим, к полицейским какое-то отношение есть, там, не будем говорить, какое, но примерно какое-то понимание есть, к власти, там, не знаю, еще кому, к врачам этого нету, и, кстати, вот, вы затронули тему судов, у нас сейчас в Украине очень двинулось вперед медицинское право, то есть, сейчас это все активно разрабатывается, процессы там против врачей, за врачей, пациенты подают в суд, и, кстати, вот, у меня даже лет пять уже такая идея, говорили, крутится такого сериала медицинско-адвокатского, знаете, про медицинское право, там, где можно посудиться, но адвокатские сериалы у нас еще не шли, не знаю, как они у вас шли, и не шли там на канале на эфир, у нас пока еще этого не было. Андрей, а как вы относитесь к тому, что вот сейчас вот происходит изменение, как вы думаете, эта ситуация поменяется, то есть, в пользу контент-мейт, то есть, те, кто делает контент, история вот сейчас со стриминг-платформами, ну, вот, то, что вы рассказываете, ну, в принципе, я так понимаю, есть везде на телеке, да, то есть, есть форматы каналов, которые хотят, ну, как бы управлять этим контентом таким образом, как будто бы это немножко конвейер по выпуску конфет, которых вот, добавьте чуть-чуть орехов туда, ну, там, я не знаю, там, изюма, сейчас любит, там, я не знаю, там, грильяж, вот этого чуть-чуть побольше, вот этого поменьше, как бы, вы с оптимизмом относитесь, вот сейчас к изменениям, которые сейчас будут, ну, многие рассматривают это как время, когда, ну, условно говоря, производитель делает какой-либо проект, вот как, например, ваш проект, я не знаю, вас сильно ли брифовали на Нюхаче, но, ну, мне кажется, если даже, ну, то есть, были какие-то поправки, то в итоге, ну, или расскажите, может быть, он должен был быть еще лучше, я не знаю, но, то есть, вы производите проект, то есть, а потом уже, уже как готовый, как готовый, так сказать, творческая, как готовый творческий продукт, каналы покупают. Или, или вы? Хороший опрос, да. Спасибо, Николай, хороший опрос, очень коротко по Нюхачу, Нюхача принял заявки на абзац, вот Артем написал эту заявку, его зовут Нюхач, абзац, послали, и канал ответил, да, нам это интересно разрабатывать, и мы сели все это разрабатывать, такого брифа не было. Обычно я подаю на канал, у нас, Киев-город небольшой, все друг друга знают, каналов немного, и тем более, у меня канал мужской, специфический, поэтому у нас два канала, фактически, куда их можно подать. Я подаю заявку обычно, потом мы вступаем в какие-то переговоры, но есть некий авторитет, я испонимал, что это все сделаю, и по заявке, там на одну-две странички, я пишу очень короткие заявки, уже начинаются некие переговоры, потом мы уже разрабатываем весь сериал, то есть я разрабатываю с авторами, мы героев разрабатываем, главных персонажей, так называемую семью сериала, которые будут во всех сериях, мы разрабатываем некие локации, там часто появляющиеся, и потом уже, вот когда такое продвижение есть, нам начинают заказывать серии, ну, допустим, канал ICTV у нас есть такой, он любит там заключить договор на три серии, плюс там кейс, а потом дальше все это будет развиваться, так у нас это работает. По поводу ситуации, которая сейчас, ну, у нас платформ нету, я думаю, не появится, они сейчас бурно развиваются в России, не знаю, как это у вас там планируется, ну, к нам эти отголоски не доходят, то есть Россия работает только с российскими производителями, мы этого всего отстранены. Я не очень верю в то, что в Украине будут свои платформы, и по-прежнему у нас все только вот вокруг телеканалов, к сожалению, телеканалы, ну, или не к сожалению, это просто, они такие есть, они очень консервативные, то есть они не хотят менять то, что хорошо работает, понимаю, вот, не чини то, что не ломается, оно себе катится и катится, мелограммы идут, и пусть себе идут. Возможно, сейчас даже будет как бы хуже, потому что все там напугались этим коронавирусом, планируется вырезание бюджетов, и каналы сейчас будут скорее, охотнее покупать форматы. Вот нас, допустим, купили след, сейчас российский формат, у нас купили хорошую жену, у нас покупают еще что-то, у нас покупили, купили ментовские войны, то есть снимать эти все адаптированные форматы, что быстрее, что дешевле, то есть каналы по-прежнему рисковать не будут. Я их, повторюсь, понимаю, потому что, ну, так это работает на каналах, такова у них эта, кухня на треканале, но я думаю, что каких-то прорывов не будет. У нас будут мелограммы, процедуралы, у нас вот сейчас проходит пичных, госкино нашего, у нас впервые в этом году участвуют сериальные проекты, то есть госкино будет финансировать сериальные проекты, до 20 серий, миллион гривен на каждую серию, не больше, это, ну, примерно 38 тысяч долларов. Вот так вот, чтобы кто понимает, тот понимает. Что из этого происходит, я не знаю, какие проекты пойдут, я не знаю, но посмотрим, посмотрим. Но пока вот такая тенденция, что все, очень много мелограмм, и идут, вот, там, допустим, канал просит процедурал про команду сыщиков, не про героя-сыщика, а про команду сыщиков, я сейчас там попытаюсь что-то по этому поводу подумать. Вот так это все пока работает. Поэтому я не оптимист, не пессимист, скорее реалист. Но и мы очень, тех же россиян, которые активно ездят там на Каннский телерынок, они продвигаются, они более активно продаются на Нетфликсе, на Амазоне продаются. У нас этой пассионарности нету. Там наши продюсеры не идут на Запад. В Америку там, вот они вот дома все это делают. Ну, опять-таки, это их право, это их решение, это их выбор. Мы просто часто тоже говорим на этом канале о ситуации в Казахстане. Понятно, у нас нет трейминг-платформы, но у нас нету еще, кроме всего прочего, ну, вот этого вот деления прав, то есть у нас не может, там, условный фильм как Star Media, вот таких компаний у нас не может появиться в силу того, что рынок у нас один, соответственно, нет практики деления прав, например, то есть я делаю контент, который выкупается полностью, я, в принципе, ну, как сказать, по сути, продюсер, вокруг которого есть просто какая-то команда, да, то есть, ну, человек, который, как сантехник, то есть он может прийти, починить, то есть он может написать там или организовать, например, и снять, да, вот, но у вас, я просто, ну, может быть, это вам, конечно, виднее, просто со стороны думал о том, что если у вас есть такие большие студии, то есть, ну, опять-таки, если вернуться к истории не хочу, я понимаю, что это она не может быть, ну, в смысле, это не та история, но все-таки, ну, там же было и видно, что и производственный бюджет был достаточно, ну, выше, чем обычно, да, то есть детективов делается в Украине, соответственно, ну, ну, там, понятно, там, ну, наверно, там, ранее, либо потом продали на первый канал, или как, я не знаю, но все-таки какой-то проект, который, он же не только творчески, скажем так, соответствовал, ну, дальше каким-то там международным там стандартам, в том числе, это же было в том числе и вопрос качества, как это было сделано, ну, я имею в виду вложено денег. На самом деле, я думаю, все дело в амбициях продюсеров, то есть все дело в том, чего хотят продюсеры. Хотят они зарабатывать на внешних рынках или на внутренних рынках, хотят они там дальше продвигаться, хотят ли они делать имиджевые проекты, там, какие-то проекты правильные. Это вот многое зависит от продюсеров, от уровня их амбициозности, если хотите. Я, ну, я же не могу людей заставить. Мы в этом плане всегда как бы второе время, да, продюсеры куда-то движутся, нам предлагают какие-то вещи, мы движемся все за ними. Другое дело, если, допустим, процесс, который нарастает уже у нас, когда сценаристы пытаются уходить в продюсирование. Я думаю, в этом будет больше подвижек, потому что сценарист более истории предан, более, как бы, слуга истории, более раб истории, если хотите, он больше на истории ориентирован. Продюсер всегда вне истории, он всегда в бюджете, он считает другие вещи, и это нормально. Поэтому, наверное, я думаю, что какие-то прорывы у нас могут быть связаны, если у нас сценаристы вйдут в продюсеры. Но пока это процесс намечающийся, контурный, я не знаю, как это все будет двигаться дальше, но в России он уже вовсю, то есть там, где сценаристы ушли в продюсеры, на телеканалах, там на ТНТ, на СТН, мы все знаем эти фамилии, знаем и Морогина, и Куликова, вот там есть успехи, там есть платформы, там есть рейтинговые сериалы, на которые все равняют. Но почему-то сделать по тому же образцу и подобию никто не хочет. Ну, опять-таки, повторюсь, это их право. Я уважаю всех наших продюсеров, мы с ними одно и лодка. Как они хотят, так они и делают. Надеюсь, если можно, я хотел отвернуться. Вот в тот момент, когда вы стали делать «Нюхача» и решили, что это будет условно-корректиф, вы тогда не писали детективы, вы сами изучали структуру или же тогда, как сейчас, тогда тоже было очень много детективчиков? Или какая была ситуация тогда? Детективчиков было мало и тогда, и мало сейчас. У нас в Украине, как это ни странно прозвучит, очень мало детективных сериалов, тем более мало своего производства. У нас наберется 10 детективов в чистом виде. Мы не берем детектив-мелодраму, там, да, вот какие же отважные, например, это больше мелодрама. И тогда они много, детективов тогда не писали. Мы сами активно, я там скачивал статьи по детективам, читал книжку Фрая, как написать детектив. Еще смотрел очень много, я ездил на курсы в Москву, там, где Нилан Далл преподавал, я считаю его своим учителем, он очень много дал мне, заочно его благодаря. Это ну как-то вот сами-сами-сами путем набивания шишек, пробивания, понимания и потом процессом этого образования. Нам пытались там каких-то авторов дать вот в помощь, но мы поняли, что лучше надевать это все вдвоем, потому что вдвоем это все быстрее, лучше. С тех пор, ну, плюс я еще там на таких проектах работал, как главный автор, как соавтор, ну, уже большой опыт имею в придумывании истории, в редактировании, до какого-то там какого-то вида, но начиналось это все с полного нуля, поэтому я всегда говорю всем, все в ваших руках дерзайте, никто не рождается ни мелодрамщиком, ни детективом, ни сценаристом даже, ни писателем, у всех равные возможности. Берите и делайте. Ну, часто, знаете, приходят люди, которые петендуют на сценарии, быть сценаристом в детективном сериале, вопрос, какие-то сериалы смотрел детективные в последнее время, он их вообще не смотрел, для меня это дико, например, ты собираешься писать детективы, но ты при этом не отсматриваешь детективы, там процедуры не смотришь, не знаешь рынок, я уже не говорил о приемах, там от других, там персонажей и все. Вот в этом проблема, то есть люди не хотят не знать неплохо, не стремиться узнать, а люди часто вот считают, что просто они сейчас зайдут и детектив напишут сами, подумаешь там, убил, подошел, посмотрел и нашел. Нет, так это не работает. Детектив это очень логичная, очень трудная структурная вещь, ну, как и все в принципе, ну, мелодрама тоже, они скажут, что это легкий такой жанр, да, там сел, там написал, ударили по голове, потеряла память и все плачут. Нет, там тоже нужно иметь хыст, не знаю, способности к этому нужно иметь, понимаешь? Все тяжело и все кажется легким, да, а на самом деле все очень тяжело. Сидишь, и всегда это вот, и мелодраму там, у меня не получается мелодрама, я пытался, получается, я понимаю, что это не мое, то для меня это сложно, а детективов там, кого-то убить, пожалуйста, не вопрос, ну, в смысле сценарий. Да, да, да. Ну, вот я хотел как раз таки спросить, вытекающий дальше вопрос, вот у меня было впечатление, что, ну, когда я разговаривал с украинскими сценаристами, то почти все начинали, ну, детективов, по крайней мере, так, ну, мне говорили, да, потом уже, ну, переходили на какие-то жанры или же оставались в детективе, я это объяснял тем, что в детективе есть вот эта более такая жесткая, как бы, структура, по которой, ну, надо идти, вот, но как вы думаете, вот с этим опытом, вот если, например, человек, скажем, не такой амбициозный, про которого вы рассказали, все, который может, там, залихватски сразу, несмотря на это, написать сценарий, но просто если говорить человеку, то есть, если постепенно, или как легче, скажем так, входить вот, с чего-то начинать, с какого жанра лучше начинать, как вы думаете? Ну, во-первых, я знаю, я говорю всегда студентам, нужно понять, твой ли это жанр, во-первых, потому что бывает, что люди не предрасположены к детективу, к мелодиаме, к комедии, я считаю, что некая жанровая какая-то парадигма, какой-то жанровый доминанта у нас есть, начиная с чего, детектив, но все равно нужно смотреть сериалы, причем сериалы я советую те, которые имеют больше пяти сезонов, раз сериалы больше пяти сезонов, то это сериал хороший, таких сериалов детективно, на самом деле детективе важно придумать убийства, схемы убийства, мотивы, и очень хорошего антагониста нужно придумать, вот с этим обычно была проблема, как ни странно, обычно бывают проблемы с этим, потому что детектив это есть обратное раскручивание, что я не расслышал, не просто злой мужик, кровожадный, не просто злой кровожадный мужик, нет, конечно, то есть не такой-такой монстр, который вышел, ни с того, ни с сего убил, и мы в первый сезон «Нюхача», нам продюсер Виктор Мирский, тогда еще делал замечание, что у нас получались очень плоские антагонисты, это было очень хорошее замечание, мы с этого момента как-то вот стали обращать внимание, потому что детективе самый интересный, это антагонист, сыщик, он всегда одинаковый, он хороший, там, всегда найдет, разыщет, поймает, догонит, задержит, нужно убьет, вот, то есть он понятен, а вот антагонист, и интересно, я всегда говорю студентам, почему человек убил, это же интересно, почему он пошел на убийство, на продуманное убийство, вот поэтому научитесь, я бы дал совет, научиться вот сначала с этой, вот с этого начинать, с антагониста, преступника, с убийцы, а это самый страшный преступник, это убийца, и почему он это делает, и как он это убивает, вот допустим, я, как вы спрячете, например, да, я спрашиваю студентов, как вы, почему не закопать, почему вы бросили в лесу, как замести следы, как подбросить улики, еще что-то, ну и очень слабое знание у сценаристов по медицине судебной, то есть люди даже не знают обычные вещи, криминалистика, медицина судебная, хотя бы нужно какой-то учебник прочитать, там очень много интересных вещей, вот я всегда спрашиваю соискателя, который приходит, хочу писать, очень простой вопрос, кто приезжает на труп, вот нашли труп, кто приезжает на место преступления, ты знаешь, в 90% случаев человек вообще не знает, кто приезжает на труп, то есть очень многое вещи, на самом деле, начинаются со всего этого, когда это все прочесть, ну уже начинаются какие-то вещи в голове происходить, какое-то понимание, и вам проще писать детектив, когда вы знаете убийцу и схему преступления, чаще всего самая большая ошибка, когда люди просто придумали, я называю это красивый труп, труп красиво лежит, в красивом месте, красиво нашли, а дальше что? А дальше непонятно, потому что кроме трупа больше ничего нету, кто за что убил, вообще дальше непонятно, и вот этот потом красивый труп начинает ковырять, там что-то, ему как-то пристегивать, какие-то события, получается очень плохо, поэтому кто хочет детективы, начинайте вот с преступлений, с криминалистики, с книжек, с статей по детективам, и смотрите сериалы, вот такие самые классные, это CSI, там морская полиция, Гавайи 5.0, убойный отдел, ну любые сериалы полицейские, а у нас в принципе же, кто ведет, у нас же полицейские главные детективы, у нас нет частных сыщиков, у нас нет мисс Марпл, у нас нет Рекюля Пауэр, у нас полицейские, поэтому нужно смотреть полицейские процедуры, они очень классные, очень классные, и тогда вы будете, ну потихонечку будете учиться, а иначе, иначе никак, ну никак. Хорошо. Андрей, подскажите, пожалуйста, смотрите, вы же, ну у вас есть курсы, вы вот преподаете студентам, как вы оцениваете вообще, ну вот сейчас появившиеся школы, сценарные, то есть можно ли после них, ну или были ли, насколько часто были прецеденты, когда люди входили, ну в профессию? Да, были, я же до этого набираю курсы, потому что мне нужны соавторы, но вот у меня с первого набора зашел мой студент Артем Вакалюк, он зашел, у него уже, три года назад, у него уже пять проектов, вот я его вытащил, на вскрытие покажет, потом он был у меня на опере «По вызову» на «Карпатском рейнджере», плюс он еще писал два сериала у Леси Волошин, которого они хорошо знают, вот он уже набрал за три года пять проектов, это, ну, супер успешный старт. Сейчас я привлекаю своих студентов из двух курсов, там еще пытаясь на проекты привлекать. Как правило, с десяти человек, два-три, это люди, которые уже могут после курсов что-то делать, вот они уже готовы, да, они более активные, более... Я своих студентов стараюсь не терять, и в этом смысл, безусловно, но просто бывает, не всегда у них работа, но я стараюсь кого-то выдергивать, я кого-то выдергиваю, потом спрашиваю, опрашиваю, привлекаю, но безусловно, потому что для чего-то до обучения, если это все потом не применять на практике. Поэтому, да, да, я за то, чтобы потом студентов брать, адаптировать, учить, потому что сценаристы им нужны. Да. Ну вот я с Артемом знаком, мы с ним познакомились в прошлом году, и причем он присылал заявки, мне там, ну, пару, прям, одна вообще попала в меня, потому что она, ну, как, была такая трудноосуществимая с продюсерской точки зрения, я думаю, даже в Украине там кукла кукла вода, но она прямо была, знаете, у меня тоже похожа была идея, но она из тех, которые такое, не то что в столе, а где-то в погребе, потому что, ну, наверное, то есть никакой, никаких, как бы, я даже не вижу, как это можно сделать, где взять, ну, не то что где взять, а как сделать так, чтобы проект, чтобы он был настолько масштабный, ну, во-первых, как его придумать, самое главное, это же, это же огромная проблема в том числе, да, то есть большие проекты как бы придумывать тяжелее. Ну, то, что вы сказали, мне кажется, это очень больший, как бы, процент, но если они попадают в индустрию, это очень классно, может быть, у меня впечатление просто от онлайн-курсов, я проходил некоторые, и мне кажется, поправьте меня, если я не прав, что кроме того, что людей, ну, кроме определенной части людей, которые попадают в индустрию, либо не попадают, но условно назовем это определенным вектором, есть еще часть людей, которые, ну, вот, как сказать, у них вот есть склонность к писательству, да, скажем так, и, ну, а сценарий, это, как сказать, более маркетинговое такое предложение, как можно это писательство, как бы, реализовать, ну, в деньги, в успех, что-то более осязаемое, экранизацию, например, и достаточно большое количество людей, я был удивлен, ну, как сказать, и возраст тоже, но это не были юнцы, которые, ну, в смысле, восторженные, да, это были, в принципе, достаточно взрослые уже состоящиеся люди, то есть, я так понимаю, что есть и такая, как бы, аудитория, что вы думаете по этому поводу? Есть, ну, я сам пришел после 40-го сценаристика, был самый старший на САЙ-курсах, и наш учитель Олег Приходько, он рассказывал, что обычно раньше там в тот же ГИК старались не брать на факультет сценарный людей моложе 30-35 лет, потому что для сценаристов нужен жизненный опыт в любом случае, и какая-то профессия за плечами, какой-то опыт, бэкграунд, все вот это, поэтому я такие вещи приветствую, люди, они более осознанные, те, которые приходят к этому в более старшем возрасте, они более нацеленно нареживают, потому что они это понимают, для них это не игрушка, не забава, они знают, чего они хотят, они нацелены на все эти вещи, они более адекватны, более отвечают на какие-то вещи, потому что молодые все-таки к этому относятся, ну попробую, не получится, пойду дальше, и на это, в общем-то, и молодо, чтобы эти все вещи делать. Люди возрастные, они все это больше ценят, я за. Люди, которые имеют литературные способности, да, это все хорошо, но сценарии, это не только литература, это еще и там чертеж, это еще и документ финансовый, технический, и я даю, допустим, своим студентам знания, такие полупродюсерские, допустим, да, вот я им про локации рассказываю, про съемочный день, про выработку, чтобы они понимали, что они там, допустим, написали одну сцену, которая там, две секунды, но которую нужно гнать кран, разворачивать ПТС, и все-все-все, поэтому сценарист не может быть сейчас просто писателем, знаете, когда-нибудь там в лесу сел, настучал на машинке сценарий, отправил вас, что он Голден на студию и забыл, нет, сценарист вовлечен в процесс полностью, то есть от начала до конца, почему в Америке сценаристы уходят в шоураннеры, потому что они эти вещи знают, потому что они присутствуют на всех стадиях процесса, сценарист должен знать про локации, про кастинг, про актеров, про продюсирование, опять-таки с режиссером должен, с актерами обсуждать, сценарист не имеет права уйти в сторону после написания сценария, поэтому сценарист это не писатель, это вот часто люди, которые имеют опыт в писательстве, приходят к ним, писатели, бывшие журналисты, они с ними труднее всего, интереснее, но и труднее, потому что они думают, что это главное писание, красивые какие-то вычурные фразы, описание, а говорю, ну летит самолет, все, вот в сценарии это летит самолет, не махая серебристыми крыльями, не в закатных лучах, не в потоках воздуха, в романе пиши, что хочешь в этот самолет, а у тебя просто летит самолет, все, ну максимум высоко летит или низко, вот это бывает тяжело, для людей вот на этот сухой стиль прийти, но в принципе люди переходят, и мне особенно приятно, когда журналисты или писатели, вот когда их там уже все-таки дожимают, там да, вот это из них, это вот злого духа изгоняй, духа экзорциста, и они пишут уже как сценаристы, я уважаю журналистов, писателей, но это другой вид литературы, это как я обычно говорю, это как гинекология и психиатрия, и то медицина, но это разные медицины, совершенно разные медицины, поэтому вот вы должны или то, или то, или гинекология, или психиатрия, ну а так я за, я всем говорю, если вы верите в себя, не бойтесь начать, вот если кто-то мой призыв услышит, я вот начал, говорю, после сорока, ну и что, видите, вот добился чего-то, да, и не бойтесь начать, поверьте, это не так страшно, как вы думаете вначале. Круто. Андрей, я надеюсь, это будет, ну, я думаю, это точно будет услышано, хотелось бы, чтобы это было воспринято, потому что, ну, отчасти мой канал, он как раз вот для таких, как бы, целей, я, ну, сам являюсь продюсером, казалось бы, в нашей, в нашей индустрии обычно это, это антагонист сценариста, почему-то, нет, да, ну, мне тоже кажется, это очень смежные профессии, просто, должно быть, это, знаете, я говорю, что это такая творческая семья, то есть, если, допустим, редюсер, сценарист, это семейная пара, то продюсер это вот, или свекра, или тесто, или теча, или свекровь, то есть, они тоже родственники, да, там где-то, ну, бывают конфликты, да, с течами, свекровь, со свекровью, но, в принципе, это же домашние конфликты, семейные, то есть, все равно, общее дело, никто же не говорит, я хочу, чтобы получился плохой сериал, в этом никто не заинтересован, ни продюсер, ни сценарист, просто нужно находить точки соприкосновения, и нужно разговаривать, ну, как в семье, нужно просто разговаривать, я считаю, что, вот как нас учили в медицине, что 90% жалоб, это потому, что врач плохо поговорил с больным, не на то, что он плохо операцию сделал, он плохо поговорил с больным, поэтому нас учили разговаривать, я всегда говорю, надо разговаривать, общаться, поругались, помирились, не без этого, люди творческие, с амбициями, это нормально, но надо договариваться, я поэтому за, за коммуникацию любую, я продюсера всех люблю, режиссера всех люблю, актера всех люблю, мир, дружба, жвачка, все хорошо, но надо просто общаться чаще и больше, вот это самое главное. Я вот прямо, прямо вот за ваши, за то, что вы говорите, потому что, я говорю про собственный этот канал, я вот после того, как, ну, бываю у вас часто, и каждый раз мы встречаемся, каждый раз знакомы с новыми людьми, и я думаю, блин, классно, что так много людей, с одной, я понимаю, что вы внутри своей индустрии, критически, критически ее оцениваете, да, мы люди со стороны, как бы, я, когда приезжаю, я прямо вот, после Киева, например, я приезжаю, я приезжаю в обошедленный, и мне кажется, что мы все тоже где-то сейчас должны собраться, хотя бы там по трое, да, то есть, и давайте тоже что-нибудь обсудим, ну, как бы, что, что, что где появилось. Андрей, подскажите, пожалуйста, как вы думаете, вот есть, ну, вот несколько сезонов нюхача, и ситуация экономическая изменилась, или что, то есть, это уже наработанная какая-то марка, почему, ну, не появился ряд новых, ну, не нюхачей, да, вы понимаете, да, то есть, каких-то других проектов, только творческих, потому что это вот вы вдвоем делаете, и не можете там, условно говоря, сделать бой, ну, как много, кстати, вам на разработку дают много времени, да, то есть, это, наверное, не как в стандартном тоже сериале, но, вы уделяете сценарии? да, где-то в среднем у нас уходит полтора месяца на серию, то есть, 8 серий, нюхача, это где-то 10 месяцев разработки, написания сценария, условия комфортные, спасибо большое нашим продюсерам, Виктору, в первую очередь, мы работаем спокойно, погружаемся в проект, и это хорошо, потому что, ну, так и должны писаться сценарии, то есть, спокойно, не напрягаясь. Почему не появились новые нюхачи? Я этот опрос задавал себе 100-500 миллионов раз, наверное, просто вот то, что мы говорили, это уровень амбиции и уровень канарности. То есть, кому чего хочется. Я еще помню, когда я смотрел интервью Лобановского, он говорил, что ему интересны футболисты, амбициозные, которые хотят выиграть чемпионов, тогда еще был Кубок чемпионов. Есть люди, которым достаточно, первой лиги, второй лиги, их тоже можно понять, но вот с такими людьми тогда Лигу чемпионов не выиграешь. Но есть же у нас продюсеры, которые там стремятся на запад, рвутся, все, вот у них получается, там, какие-то успехи есть в наших документальных, климатографистов. Я думаю, все дело в амбициях. В амбициях, потому что деньги приходят на идею. Не было такого, чтобы вот дали деньги, вот там миллион долларов, придумайте что-нибудь. Так никто никогда не сделает. Всегда должна быть идея, амбиция, а потом деньги найдутся. И тот же нюхающий, несколько раз он там мог не состояться, мог сорваться. Вот как-то вот, настолько был энтузиазм Артема велик, он все это двигал, толкал. Я ему там помогал по мере сил, и оно сдвинулось. То есть вот эта идея, она горела, и получилось в итоге хорошо. Наверное, в этом смысл. И смысл в том, чтобы вложиться в историю. То есть в историю нужно вложиться, и, к сожалению, часто, не знаю, как это у вас, у нас есть определенное недопонимание важности сценария в общем процессе. То есть у нас бал правит режиссера все-таки. Вот как бы считается, что режиссер способен из любого сценария потом сделать конфетку. Не способен, потому что режиссер не бог. Если будет плохой сценарий, он из него ничего не сделает. Наоборот, из хорошего плохое сделать можно. Это всегда пожалуйста. Из плохого хорошее не сделает. И, к сожалению, это недопонимание важности сценария приводит к тому, что мало времени, мало денег. Говорят, вот нам нужно на вчера. Почему вы каждый раз так говорите, продюсеры? Почему? Как это у вас? Что это у вас за ген такой? Нужно завтра на вчера? Или сегодня на вчера? Почему? Почему год назад не сказать? Нужно на через год? Вот нам нужно через год что-то вот такое. Окей, мы напишем вам за год там что-то, вот все-все-все. И вам же будет хорошо, комфортно, продюсерам будет хорошо. Вы же не будете в нерве работать, в стряске. Вот я этого не понимаю. И вот из-за этого, из-за недооценки сценария, которая потом, недооценка сценаристов, потому что очень часто многие продюсеры, режиссеры считают, что это просто вот сел и написал сценарий, как пост в Фейсбуке. Мы общаемся, я рассказываю, то есть я переубеждаю. Я же не говорю, что вы там дураки, и все-все-все-все. Нет, мы начинаем, когда ты начинаешь говорить, люди как-то начинают проникаться, понимают, что вот, ну, не бывает беременности 4 месяца. То есть бывает, но будет не ребенок, а будет выкидыш. Вот, что вы хотите, выкидыш для ребенка. Вот на этом уровне начинают понимать, допустим, да, там какие-то вещи. Ну, надо, надо как-то планировать, наверное, на будущий год, допустим. Ну, уже будет жизнь, будут люди, будет гос-кино, будут сериалы, будет телевизор, будет телевидение. Все равно это все остается. Давайте планировать. Но с этим пока, к сожалению, проблемы. Ну, нет, у нас, у нас, у нас точно такая же ситуация. Во-первых, я полностью вас поддерживаю в том плане, что вот, вот я, например, лично сам борюсь за то, чтобы у нас вот это вот, ну, мне кажется, что это вышло из большого века, да, вот это, как сказать, упование на режиссеров, что это вот режиссер, и вот он, он спасает ваш дерьмовый сценарий, как бы, и мне, мне так немножко раздражает последний раз, я прямо высказал, я говорю, интересная ситуация получается, уже на читке сценарий плохой, да, ну, хорошо. Я видел ситуацию, когда режиссер говорил, сценарий плохой, вот у нас была такая штука, потом получал за это награду, да, и как бы вполне нормально, потому что режиссер спас сценарий, да, как бы, ну, то есть, если бы, если бы был бы провал, то, ну, конечно, там такой сценарий, даже я его не спас, ну, очень выигрышная позиция, знаете, такая, и с учетом того, что у нас еще к сериалам относятся не так трепетно, как кино, я когда на это смотрю, я думаю, ну, вообще, то есть, сценарист проиграл сразу, как бы, да, то есть, ну, в смысле, он просто, как бы, то есть, у него даже не было шанса, просто потому что, если успех, это режиссер, у нас же режиссер такое, как бы, ну, и кроме всего прочего, у нас, в общем-то, нет режиссеров, которые хотели бы быть сериальными режиссерами, что на меня очень, так сказать, такая, такая плачевная ситуация, я пытаюсь вот эту парадигму поменять, все вот это кино, потому что сценарист, в том числе, ну, один человек, который все, весь в голове должен выплеснуть на бумагу, как, не знаю, как музыкант, хотя, может, тоже неплохое сравнение, да, и вот просто, и вот это, и вот то, что на бумаге, это творчество, которое, как есть, должно быть в этом девственном виде, и продюсер должен прийти, и ничего не менять, просто увидеть, и понять, насколько это гениально, позвать режиссера, и вот он, или учат сценариста назначить режиссером, знаете, там, в общем, и вот он, и все это произойдет, как бы так, знаете, как в кино, вот в этом, то есть, ничему не надо учиться, не надо, ну, в смысле, не надо обмениваться опытом, показывать, ну, подправлять, то есть, переведевать, ну, вот эти штуки, вот, ну, вот у нас вот такая, как бы, есть история, вот, а ситуация, видите, у нас тоже, я понимаю, о чем вы говорите, про вот то, что надо планировать, мы, ну, у нас получается такая ситуация, потому что у нас нет продюсеров, которые могут планировать, опять-таки, в силу специфики, у нас, я знаю, вы уже, вы работали, ну, с казахстанским сериалом, у нас заказ в рамках одного календарного года, то есть, это даже не с января, это там, с марта, заключается договор, нужно написать быстро сценарий, и летом, максимум, осенью снять, и в это конце года показать его, то есть, и в этом случае, ну, я вот прекрасно понимаю, когда мне сценаристы говорят, ну, как бы, я сам точно так же говорю по-наводу, я говорю, слушайте, нужно какое-то двухлетнее бюджетирование, как бы, да, я же не прошу больше денег, дайте мне просто осень, зиму и весну пописать, это же не будет больше денег, это будут те же деньги, дайте мне просто документ, что этот сериал утвержден просто, даже не предоплатен, и я тогда скажу сценаристов, мы будем спокойно разбирать, и то качество, которое, ну, по крайней мере, ну, чтобы мы не жалели об этом, да, попробовали сделать историю, ну, плюс-минус, понятно, да, все относительно, но так или иначе, ту же историю, уже не писать, как бы, ну, там, голлопом, да, спокойно ее там, не знаю, там, ну, подумать, передумать, переписать, там, ну, спокойно, размеренно до конца довести, а уже не, а не так, как вот уже, под съемки, ну, я думаю, у вас тоже, это похожая ситуация, но у вас все-таки, вот, роль продюсера, роль студии, она все-таки, наверное, по, ну, побольше, поэтому, такая история, движемся к этому. Ну, нет, у нас с этим, у нас с этим полегче, потому, каналы все-таки, они меньше привязаны к финансовому году, у нас, вот, последние, карпатские рейнджеры, мы писали, там у нас было лучше, то есть, нам какие-то деньги, мы писали, ну, довольно долго, где-то что-то около, там, 7-8 месяцев, но 24 серии, то есть, тоже, по крайней мере, это было не очень наспех, мы успели там как-то погрузиться, да, там, ну, допустим, у меня в пилотной серии было 11 графтов, то есть, я их успел написать, редактировать, все вот это вот, но, к сожалению, к сожалению, планирование может быть и лучше, может быть и лучше, но у нас не так жестко, как у вас, это как-то, да, совсем уже смартно сесть, написать и снять это, это вы герои, но это проблема, потому что вопрос, для чего каналам нужны сериалы, вот, каналы снимают, сериалы получаются для себя, если каналу нужно просто что-то показать, то вы, в принципе, вы выполняете то, что каналу нужно, если каналу нужно куда-то сериал повезти, продать, это такое, но у нас, у нас тоже, та же история, просто может быть чуть больше бюджета, и чуть это все раньше заказывается, но по факту, сериалы снимаются для канала, и они на каналах крутятся, но крутятся, допустим, успешно, вот Опер по вызову, мой предпоследний сериал, идет уже на канале десятый раз, десятый показ, их цифры, то есть канал монетизирует, это нормально, но дальше канала сериал у нас обычно не двигается, у нас очень редко какой-то сериал выходит, там это если по продукции была с Латвии, или вот прятки, которые там продали, а так, наши каналы обычно снимают для сами, для себя, ну и в этом плане, конечно, будет меньше бюджета, и будет ниже качество, это понятно. Ну да, ну нам, наверное, просто это надо будет как-то пройти к тому, что есть у вас, потому что, ну там у нас еще куча всяких деталей, которые по самой природе, у нас, ну не по природе, у нас просто, у вас все-таки рынок, так или иначе, вот вы говорите 15 раз, и это все отбилось, а у нас, ситуация с сериалами, у нас смешная история с вами, потому что у нас государство финансирует сериалы, ну, а коммерческие, успешные кино в прокате, то есть, ну то есть, а успешное кино, оно отбивается, ну то есть, у вас немножко наоборот, как бы, да, ну сейчас ситуация меняется, у вас наоборот, сериалы это такая больше коммерческая штука, от рекламных денег зависит, а кино у вас, ну там, финансируется государством. У нас тоже финансируется государство, но успешное кино, коммерческое внутри, оно отбивается, ну там, люди зарабатывают достаточно, и там, вот там регулирует все рынок, ну там, у нас, в полнометражном кино, и это было раньше, чем у вас, ну в смысле, у вас пока сейчас, ну мне кажется, последние какие-то, вот еще какие-то появляются проекты, раньше, я помню, там, в 15-м году, там, ну а, ну наши не будут смотреть украинское кино, в кинотеатре, ну наши смотрят, как-то у нас, еще меньше народу, ну в смысле, еще меньше, ну наши смотрят, у нас люди там, 2 миллиона долларов зарабатывают, как-то, ну вот, ну наши, с которой снимают, поэтому, ну это сборы, последние, да, сборы у нас была, комедия местная, 2 миллиона долларов, это общий сбор, ну, то есть где-то в кассу, где-то там, 800 тысяч, ну потратили они где-то 300, ну, вот эта история, которая сейчас, наверное, у вас тоже будет, потому что, я думаю, она должна быть, с учетом того, что вы все-таки, ну, вы уже все-таки с Россией не единая. Тут, да, тут много непонятного, потому что у нас еще нету, у нас нету электронного билета, который мы там собираемся везти, у нас не всегда понятны прибыли, выручка от фильмов, и у нас пока, по-моему, два фильма только отбились, вот, Дзейзио Контроваз, была такая, ну, комедия, понятно, что комедия, и там где-то было в районе прибыль, по-моему, ну, 300 тысяч долларов, то есть, 800 тысяч долларов, это вообще космос, мы о таком даже не мечтаем, чтобы заработать, а 2 миллиона, это 50, у нас только 2 или 3 фильма добились таких успехов, вот, у нас Зеленский был фильм, это он заработал, там 70 миллионов, это более, почти 3 миллиона долларов, и, скажи, безумная свадьба, заработала 50 миллионов, тоже где-то, где-то миллион 700, вот, в долларах, при том, что у нас, у вас, по-моему, там 16 миллионов населения, кажется, что-то около этого, ну, мы сейчас, 18, по доллару бокс-офису у нас примерно одинаково, максимально, по-моему, 2, у вас чем-то миллиона, вообще фильмы любые, голливудские, ну, максимальный бокс-офис у нас примерно одинаковый, ну, значит, у вас потенциально можно больше собирать, если будет больше залов. Ну, сейчас, по-моему, что-то 500 или 600 залов, где-то вот, больше 500 точно, больше 500 точно, залы потихонечку растут, ну, опять-таки, количество залов, если фильм плохой, то, если будет 600 залов, 700 тысяч, это же никакой разницы не играет. Это только будет больше для американских фильмов, потому что реально хорошее. Нужно вкладываться в историю, и вот мы сейчас там подали предложение от гиги-сценаристов Украины, мы хотим предложить нашему Госкино, чтобы был спичинг сценариев, вот, чтобы сначала только заявки, а потом где-то было полгода у людей написать сценарий, и потом из этих вот, допустим, 20-30 отобранных, потом, допустим, 10-15. Вот такое предложение, ну, не знаю, пока у нас там сложные процессы практически идут, когда это все будет, но, ну, что-то нужно делать, потому что вот каждый раз одно и то же, печень просто кино, остается месяц, дайте сценарий, откуда? Нужно или быстро писать, это будет плохо, или покупают у тех, у кого есть, обычно это графоманы, потому что сценарист, профессионал не будет писать сценарий просто так, ни о чем. Ему нужно поговорить с продюсером, с режиссером, уточнить, бюджет, снистики, все вот это вот, ну, хороший сценарист работает под процесс, в смычке с продюсером, с режиссером, это нормально. А писать там, да, про космос, подземные рудники, там еще что-то, это плохо. Ну, и получается проблема, получается проблема с своих сценариев. У нас сейчас вообще, знаете, после вашего слуги народа, это уже эпидемия, я встречаюсь с кучей чиновников, которые просто мне говорят, ну, что-то вроде волшебной палочки, но ведь был же слуга народа, это же, ну, из-за этого человек стал президентом, ну, то есть, ты же человек, который был в сериале, ну, то есть, я не знаю, ну, в смысле, давайте сериал нападем на соседних киргизистов, ну, в смысле, я же волшебник тогда, в каком случае, не знаю, что вы хотите сделать, какой сериал, сериал, чтобы нефть на 120 долларов, знаете, ну, в смысле, я придумаю, а потом нефть вырастет, Казахстан будет опять довольен, ну, такая, смешно, потому что у нас, я прям часто слышал одно время в коридорах прям вот таких, слуга народа живет, слуга народа вот с другой стороны. вторичная идея, это всегда плохо, потому что она вторичная, она вторичная, она уже не так стреляет, я поэтому не люблю там всякие купленные форматы, потому что придумать что-то новое, оно может быть будет хуже, но будет оригинальнее всегда, и надо что-то свое, потому что, ну, а продюсеры так, ну, а это вот выстрелило, давайте я сделаю такой же. Вот у нас идет там сериал Пес, пятый сезон, прекрасный сериал, не знаю, может даже вы его купили, не знаю, вот. Я очень много слышал про него. Продюсеры говорят, нам нужен сериал, ну, как, про кошечку, про белочку, не знаю, про хомячка. Про кого? Вот, они не говорят новое. Да, нам нужно как пес, вот как пес, нам нужно как мюханч, как пес, как не будет, как пес уже тоже не будет, давайте что-то новое придумаем. Ну, вот так они работают, продюсеры, увидели, повторить хотят, и на этом плане, на повторе вы их. Обычно повторение всегда хуже, копия всегда хуже, всегда, как бы то ни было. Андрей, подскажите, пожалуйста, как вы думаете, вот, я хотел задать последним вопросом, все-таки, все-таки дополнить то пожелание, которое вы уже до этого сказали. Ну, если можно, я сделаю небольшой, как в фильме, я все-таки, ну, этот канал, так получилось, что я его делаю для сценаристов и продюсеров, но по сути его, как я понимаю, больше смотрят режиссеры, потому что у нас, у нас, как бы, культ режиссеров, все хотят быть режиссерами, но я надеюсь, что эти режиссеры станут, в том числе, сценаристами. Вот. Если человек хочет стать сценаристом, мы уже поняли о том, что, ну, нужно выбрать внутри себя, понять, какой жанр ты, ну, в какой жанре ты хочешь, ну, в смысле, ну, скорее всего, там, писать, например, да, потом посмотреть как можно больше, желательно тех, у кого много, сериалов, которых много сезонов, сериалов в этом жанре, да, чтобы просто, ну, как, коротко въехать в тему, да, как бы, понимать, что есть там свои, в том числе, и правила, и истории, которые, ну, повторяем, ну, много историков, то есть, а нужно придумать еще более новые, то есть, то есть, не те, которые уже были, в том числе. Вот. Что еще нужно, ну, то есть, какими навыками нужно обладать сценаристу именно сериалов, ну, мы говорим, потому что, все-таки, это работа, которая может, как вы уже рассказали, там, идти 8 месяцев подряд, да, то есть, ну, это не так, первую серию записали, ее сняли, посмотрели, потом вторую серию, то есть, это, возможно, там уйдет, например, условно, год, и только после этого вы увидите, ну, там, такое воплощение, и то, это, ну, часто два года, да, что-то случилось. Какие навыки, к чему нужно быть готовым? я думаю, что нужно сценаристам очень хорошо уметь придумать сюжет, вот именно сюжет, потому что часто бывает сюжетом, сценаристы, многие, ну, которые пытаются писать, не умеют сюжет придумать, что дальше было, как развивались события, кстати, зависит в том числе и от насмотренности, потому что часто, я, например, там выкручиваюсь, когда я застрюю там где-то, в чем-то, ага, вот так, я попробую что-то вот такое придумать, это раз, и второе, ну, все-таки нужно какие-то знать основы мастерства сценарного, я не говорю о книжках, книжки прочитать надо, но книжки без практики, это всегда плохо, книжки дают или книжное знание, или книжки отпугивают, в смысле, я прочитал макитам до того, как стал сценаристом, я бы испугался, я бы читал позже, я уже понимал, какие-то вещи я знаю, это не так страшно, как он там описывает, он как такие святые, которые по воде ходят, поэтому лучше, конечно, какие-то курсы пройти, с кем-то поработать, потому что сценаристики лучше, ну, как лучше учиться на практике, какие хирургии лучше учатся на практике, ну, вот лучше с кем-то, постараться, пытаться, как я не знаю, с кем-то, с автором, еще с кем-то, пытаться внедриться в эту индустрию. И нужно понимать законы сценаристики, то есть персонаж, герои, цели, мотивы, конфликт внешний, потому что есть некое, бывает такое презрение, типа книжное знание плюс практика. И практика одна просто плохо, там все-все-все, без книги. И книга без практики тоже плохо, потому что ты теоретически все знаешь, а писать не умеешь, как этот вот, бессловинный мой, да, как это раньше было. Поэтому нужна какая-то практика, конечно, как вы этого добьетесь, я не знаю, ходите к кому-то, падайте на хвост, вот тут как бы публика, которая уже ориентирована аудиторией на какие-то вещи, да, они же не просто у вас на канале, то есть люди, которые уже чего-то знают, попытайтесь, пробейтесь куда-то, пишите кому-то, походите, ну, у вас же, наверное, тусовка это еще меньше, чем у нас, потому что у вас народу меньше, то есть все друг друга знают. Попытайтесь и быть очень на первых порах, вот часто бывают сценаристы обидчивые такие, да, вот я такой, мне сказали замечание сделали, сразу они решатся, реагируют плохо, вы должны уметь принимать критику, потому что ее будет много, ее и у меня сейчас очень много, через мои 10 лет стажа, у вас ее будет еще больше, критика всегда она вам во благо, если вы научитесь критику принимать правильно и критику перерабатывать в продуктивность, то есть принимать критику и превращать ее в новый, более лучший вариант сценария, тогда все будет хорошо, если будете просто замыкаться, обижаться, тогда у вас будут рождаться вот такие, рождаются такие обиженные на все, которые говорят, а там индустрии только или через кровать, или через деньги, или через знакомство попасть невозможно, затирают талантливых. Друзья мои, я не знаю более демократичной среды, чем сценаристика, вот я не знаю более демократичной, вот как раз сценаристике касты нету, я знаю там режиссеры, дети, сыновья есть, я знаю продюсеры, я не знаю сценаристов, дети, сыновей, понимаете? И мой пример, я вообще приехал в Киев из города Луганск, из глухой провинции я был врачом, то есть я вообще, вот я точно ничего не имел, ни связей, ни знакомств, ни родителей, никого, я пробился сам, я же пробился, и не то чтобы хвастать, я просто вот вам, вам живой пример, человек практически с улицы зашел в индустрию, но я много работал, я работал, я очень много, я сейчас очень много работаю, и вы должны это просто понимать, что вот только через работу, ничего не делая, вы ничего не получите, нет рецептов, я вам другого ничего не скажу. Не прилетит волшебник на вертолете, золотой дождь вам, вам продюсер добрый не придет, скажет, слушаешь, ты классный, мне против все говорили, давай пойдем напишем сценарий, но не будет такого, ребята, продюсеры наоборот, вот, а что ты можешь, а что ты умеешь? Вот, они люди практичны, поэтому просто что-то делайте. Пишите, читайте, смотрите, знакомьтесь, общайтесь, будьте благодарны за критику, будьте коммуникабельны, и, ну, это процентов 70 успехов, 80 точно. Есть некие случайности, но они случаются с тем, кто работает. Я не знаю, у кого-то был счастливый случай с каким-то халявщиком, я такого не знаю. А вот с тем, кто пашет, вкалывает, там что-то бывает, случается. Ну, вот, вот, наверное, как-то так вот такое длинное, пространное пожелание. Не, очень... Надеюсь, оно было позитивное и будет... Да, я еще хотел добавить, что, по сути, как вы правильно сказали про режиссеров и про касты, по сути, если обладать талантом и, ну, как бы, приложить очень много труда, то, по сути, вот сценаристика – это та штука, где тотальный лифт может быть вообще, то есть там, ну, то, что, может быть, режиссерам, продюсерам и не снилось, да? То есть, ну, то есть можно стать... Да. Сейчас достигать таких-то, таких высот именно вот в нынешнее время, мне кажется, еще и в будущем еще более будет такая штука. Сто процентов, согласен, Николай, да, да, да. Андрей, большое спасибо за то, что уделили время для этого разговора, давно хотел его провести, надеюсь... Вам спасибо. История из пандемии, встретимся в Киеве, попьем кофе, я не знаю, об этом приходится мечтать прямо. Вот сто процентов, в том году провтыкали, в этом году надо, да. Я думаю, что Киев Митябик все равно проведут, я думаю, что проведут и да, надо просто вот, да, я очень благодарен, очень рад видеть Николая, что у вас все хорошо, что YouTube-канал, мне очень приятно было про успехи казахского кино услышать, честно. Мы Казахстан любим всегда, вот у нас какие-то особые чувства Казахстану всегда, потому что у нас много покупаете сериалов формата, мы вас за это любим еще больше, поэтому огромный всем привет Казахстану, казахстанцам всем, вот просто молодцы, молодцы. Большое спасибо, все, Андрей, большое спасибо. Это был видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак, подписывайтесь, если вам это нужно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok